Всем привет! Сегодняшний обзор про вкусняшки от компании Navitas Organics. Я их заказываю впервые. У них достаточно большой выбор различных снеков. Это снеки в виде орешков, в виде каких-то сладостей и сухофруктов. Вот в таких небольших пакетиках. Здесь кешью в порошке мака и в объеме 113 грамм. А здесь какао Годжи. Это такие как сладости из сухофруктов. Давайте начнем по порядку. Я уже их вскрыла, попробовала. Вкусные, ничего не скажешь. Это органический кешью. В составе у него, давайте посмотрим, органический кешью. Мэппл сироп. Это кленовый сироп, если я не ошибаюсь. Это кокосовый сахар, мака-паудер, порошок маки и морская соль. После вскрытия необходимо хранить в холодном прохладном месте, в темном прохладном месте. И в принципе все. Информация про то, являются ли эти орехи жаренными или они сырые, не представлена. Но мне так кажется, что они все-таки подвержены, были подвергнуты тепловой какой-то обработке. Дальше. Они кошерные, они для вегетарианцев. И все такое. USDA Organic. По поводу калорий. Они достаточно калорийные. Рекомендуется съедать по 4 штуки. Это приблизительно 28 грамм. Калорий 140 вот в этих 4 кешью. И помимо всего прочего, здесь содержится 16 миллиграмм кальция, 2% от дневной нормы, железа немножко. Дальше. Магния, цинка и патазию. Я забыла, что это такое. Забыла. Нужно посмотреть. Вот. Идюль покажу, что они из себя представляют. Не рекомендую увлекаться, не рекомендую много есть. А так просто в качестве снеков. Вот такие вот кешью. Достаточно приятные, непритерные. Непритерно-сладкие. Кешью очень сочные. Вкусные. Процент сахара здесь какой? Жиров 2 грамма. К сожалению, не у... А, сахара 4 грамма. То есть в одном, вот в 4 кешью. То есть это достаточно много. И следующий. Это позиционируется как суперфуд. Такие в виде конфеток они сделаны. Кто пробовал сыроедческие конфетки, кто наверняка поймет, о чем я говорю. Они вот такие, поделены на такие вот кубики. Вот. В составе у них что находится? У них органический дейп... Органическая паста из фиников. Она очень сладкая. Вообще финики... Все сухофрукты считаются просто концентрированным сахаром. И их не рекомендуется есть много. Несмотря на то, что говорят, что финики даже бывают полезны для зубов. Если съедать там один финик в неделю, то да, возможно полезен. Вот. Дальше. Это микс из какао-порошка, семян чия, из порошка годжи, лукума, мака, каму-каму, сизем. Это кунжут, наверное, если я не ошибаюсь. Sunflower seeds. Это семена семечек подсолнечных. Резин. Это изюм. Опять-таки он в виде сухофрукта тоже много сахара. Natural chocolate flour и натуральный ароматизатор шоколада. Здесь сахара содержится 7 грамм. Еще больше на 2 штучки. Вот 2 штучки вы съедаете и вы получаете 7 грамм сахара. Жиров практически нет. Ну, 2,5 грамма. Углеводов здесь 12 грамм. И протеина 2 грамма. Помимо всего прочего, здесь 10% от дневной нормы желе, 25% витамина С. Вот и все. Ну, тоже увлекаться не стоит. Так, когда хочется перекусить, я не знаю, просто чего-то сладкого, то да, можно. Потому что в их составе не используется обычный сахар рафинированный, а используются подсластители, которые являются менее вредными для здоровья. Но, тем не менее, большое количество сахара, это все-таки развивает патогенную флору в кишечнике, от чего, чем питаются там бактерии ненужные, нам от которых нужно избавляться. Поэтому увлекаться сахаром все-таки не стоит. На этом все. Надеюсь, обзор оказался полезным. Всем пока и до новых встреч.